Привет всем! Ну, хорош, слышишь, гореть там! Туши! Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим про то, как пользоваться деньгами банка больше трех месяцев и вообще не заплатить никаких процентов за это. Говорим про льготный период в 100 дней по карте Альфа-Банка. К сожалению, многие клиенты не очень хорошо разбираются в условиях про льготный период и вообще про кредитные карты. И поэтому мы снимаем это видео для того, чтобы вы все поняли и наконец-то перестали нам платить. А что же такое вообще льготный или как его еще называют беспроцентный или грейс период по кредитной карте? Это время, когда можно пользоваться деньгами банка и не платить за это никаких процентов. В нормальных банках льготный период всегда есть по кредитной карте, потому что без него вообще пропадает смысл использовать этот финансовый инструмент. Но, конечно, в разных банках льготный период может быть разным. У кого-то это 30 дней, у кого-то 50, 60. В Альфа-Банке льготный период составляет 100 дней. И это возобновляемый льготный период. Это не акция, когда он дается вам один раз. Он будет у вас навсегда. При выборе кредитной карты обращайте внимание на формулировки. Если там сказано, что льготный период, например, до 60 дней, это значит, он может быть и меньше. А у нас льготный период всегда 100 дней и меньше быть не может. Когда по кредитной карте начинается льготный период? С даты возникновения задолженности. То есть с того момента, когда вы первый раз сняли наличные или что-то оплатили. То есть, если вы оформили карту 10 июля, а первый раз ей воспользовались 10 августа, то именно с 10 августа начнется ваш 100-дневный льготный период. Но льготный период – это не значит, что мы просто можем забыть про свою карту. Мы все равно должны вносить ежемесячные платежи, которые составляют всего 5% от суммы задолженности. Например, если по кредитке вы потратили 30 тысяч рублей, то один раз в месяц вам нужно будет пополнить ее всего на полторы тысячи. Причем, внимание, это не переплата. Эти деньги сразу уменьшат ваш долг. Теперь еще одна очень важная деталь – платежный период. Что это такое? Это то время, когда вы должны внести свой минимальный платеж. Это не конкретная дата, а период. И он составляет 20 дней с того дня, когда вы активировали свою кредитную карту. Если вы получили и активировали свою карту 1 числа, то каждый месяц с 1 по 20 вы должны внести ваш минимальный платеж. Причем платежный период никак не зависит от того, когда вы совершили первую операцию, когда погасили долг полностью, только от даты активации. Как не забыть про минимальный платеж и не пропустить окончание льготного периода? Используйте Альфа Мобайл – мобильное приложение, в котором можно отследить все свои операции, а также посмотреть, когда нужно внести минимальный платеж, его размер и когда заканчивается льготный период. Там же вы можете пополнить свою кредитку с зарплатной карты Альфа-банка или с карты любого другого банка моментально и без комиссии. Как использовать кредитку еще выгоднее и даже зарабатывать на ней? Выбирайте карты с дополнительными преимуществами. Это могут быть разнообразные бонусы, скидки в магазинах, бесплатные авиа и ЖД билеты и даже кэшбэк, то есть получение реальных денег себе на счет. А пока вы тратите деньги банка и пользуетесь льготным периодом, свои деньги вы можете использовать как угодно и тоже зарабатывать на этом. И давайте повторим главные правила выгодного использования кредитки. Первое. Никогда не выходите за пределы льготного периода. Второе. Не допускайте просрочек по кредитным картам. И третье. Не снимайте наличные по кредиткам других банков, потому что у них всегда высокая комиссия, а у нас 50 тысяч рублей каждый месяц можно снимать вообще без комиссии. И льготный период на это тоже распространяется. Если вы будете следовать всем этим простым правилам, то уже через 100 дней ваш льготный период возобновится, и когда вы заново сделаете какой-то расход по своей карте, у вас начнутся новые 100 дней, новые преимущества и новое бесплатное использование денег банка. На сегодня секреты закончились. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Мы постараемся на все это ответить. А пока до скорых встреч. Вы поняли? Не надо платить! Перестаньте! Пока!